Друзья, меня сейчас вдохновило мое занятие спортом, ежедневные пробежки на это видео. И сейчас я хочу с вами поделиться кучей слов, которые вы уже знаете на немецком языке, которые будут иметь вот такое окончание «тсион». В принципе, это как бы пришло из латыни, такие корни имеет, поэтому практически во всех романо-германских языках, даже в нашем языке, есть созвучие на вот этот суффик «тсион». Что нужно про него знать? Во-первых, это женский род. Как только вы видите вот такой «тсион», это слово будет всегда «ди-мотивацион». Да, вот именно это слово сейчас мне вот просто забурлило в голове. Итак, «мотивацион». Мы уже понимаем, что это мотивация. Ну, вот чтобы, да, себя как бы немножечко побудить к занятиям спорта, вы наверняка знаете этот прикол, да? Если вы одели спортивный костюм, все уже по тренировке выполнено. Ну, давайте все-таки про «тсион» поговорим. Очень много слов, которые вы уже сейчас упакуете в немецкий язык. Например, «ди-информа-тсион». Понятно, да? Здесь аккуратно произносим «тсион», вот как будто цирк, цыпленок. Звучание этого суффикса, аффикса, дает всегда «тсион». «Ди-революцион», «Ди-демонстрацион», «Ди-рецепцион», «Ди-реакцион», «Ди-традицион», «Ди-дискуссион». Какое из этих слов вам сейчас незнакомо? Ну, конечно же, мы все понимаем. Тем, кто изучает английский, это тоже сейчас будет помощником, потому что такой же суффикс пишется одинаково, только там звучание «шн», «революшн», «компетишн» и так далее. Ну, а мы произносим «тсия». Внизу под этим видео вы найдете еще кучу полезных слов, которые помогут вам упаковать эту тему вот сразу с кучей-кучей слов. Не нужно их учить, их нужно просто правильно произносить и делать связь с нашим языком. Ну, и побежала я, у меня «Ищ хабе айны мотивацион», «хойте шпорт zu machen», поэтому бегу, bleiben Sie fit und gesund. Bis zum nächsten Mal, с вами была Анжелика, tschüss. Пока-пока, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы быть в курсе классных слов, выражений, ну, и в целом немецкой грамматики.